всем привет очередное видео про мою honda civic 2001 года автомобиль прошел 254 по моему километра 254 тысячи и постепенно стало все наворачиваться так сказать сыпаться то есть перед этим были видео в которых я менял стойку амортизаторную я показал как я менял одну стойку на самом деле я поменял обе стойки ну и гул в машине во время движения я ее протестировал и оказалось я думал либо коробка либо ступица оказалось что все таки ну пока еще не сто процентов потому что когда поменяю ступицу будет ясно сто процентов оказалось на 99 процентов что все-таки ступица колеса сегодня я купил в барнауле вот такую вот контрактную ступицу вот видите кузов у меня автомобиля еу-3 honda еу-3 ступица контрактная как мне заявили на авторазборе sunrise я немножко подправил вот этот вот чехольчик вот видите немножко внутри был руки сразу грязными становятся потом почистил 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 вот этот вот шаровую чтобы она хорошо заходила почистил место для установки датчика bs сама ступица будем так говорить голая ступица с подшипником без суппорта без тормозного диска крутится нормально ну говорят что контрактная во всяком случае я поверил потому что посмотрел на само состояние то есть ну нормально состояние прежде всего если будете брать прежде всего состояние шару видите резиночка нормально конечно можно было ее там перепрессовать но кому это надо на как сказать где контрактные запчасти продают я понимаю снять датчик abs я понимаю снять суппорт отдельно продать а вот его даже шару даже снимать не стали потому что вытащить очень сложно она сюда запрессовывается вот подумал я подумал хотел купить сначала подшипник ну купить подшипник это начнешь разбирать это обязательно нужны будут сальники начнешь разбирать я прошлую ступицу менял левую у меня пришлось выкинуть шару то есть надо шару вы будет купить к новому подшипнику надо будет сальники купить и возможно возможно если она начала гудеть что внутренняя часть вот этого подшипника проворачивалась на на подшипники то есть внутренняя часть подшипника съела вал в который заходит полуось поэтому всяко подумав вот эта ступица стоит 750 рублей я все-таки решил взять контрактную ступицу потому что считаю что это будет дешевле для сравнения подшипник новый подшипник даже ну неизвестно какого качества стоит от 600 и выше здесь у нас то есть 600 там 700 800 1000 1200 1300 только один подшипник а я всю ступицу в сборе можно сказать ну конечно нету суппорта нету датчика но это у меня все есть за 750 и чтобы выпрессовать подшипник это тоже проблема так что вот так ну сейчас буду менять все увидите буду показывать опять все подробно как я люблю делать с автомобильными виде это же не шоу это как бы учебное пособие прежде всего для меня самого срываю футерные гайки на 19 хоть я прошлых видео и показывал ну считаю что каждое видео должно быть как бы самодостаточным поэтому рассказываю опять все сначала 4 гайки на 19 как раз вот это вот гайка я купил еще одну вот она то не не с этой оперы а вот это родная можно сказать хондовская отворачиваю три гайки можно отвернуть полностью поднимаю на домкрате обязательно ставлю страховочный ты при опускаю на страховочный пень то есть чтобы нет просто на домкрате стоял она мне ну да забыл сказать что поставил под задние колеса с той стороны откатники чтобы машина не могу могла не не могла съехать отворачиваем последнюю гайку открывается вот такой вот вид это стойка которую я буквально поменял может дня четыре назад она еще чистенькая даже не грязная отворачиваю прежде всего ослабляю вот эти два болта которые держат стойку сами болты шестигранник на 19 под ключ гайка верхняя на 22 нижняя на 19 ну так как я менял верхнюю поэтому они разные верхнюю слабили как всегда побрызгаем резьбу гайки нашей любимой вы дышкой я легко от руки пока снимать не будем теперь обязательно нужно ослабить и вытащить датчик абс вытащить вернее ослабить и вытащить тормозной шланг ну вот этот вот этот кронштейн можно не отворачивать ну и конечно же нам нужно открутить было вначале вот эту гайку е-мое забыл я надо было не поднимая ну теперь придется звать жену чтобы она тормозила бежала на педаль тормоза такая у меня металлическая отвертка по которой можно бить видите гайка вот такой вот юбкой и мне надо вот эту юбку вывернуть со стопорного вот этого проточки или как паза у нас отвертка гнется есть у меня вот такой вот супер ключ видите головку на 32 32 же до 32 приварил к трубе ну примерно метровая труба раз сейчас надо жать на тормоз так включил я повернул ступицу вернее рулевое колесо чтобы удобнее было крутить чтобы она не не царапать машину ключом сейчас попрошу супругу пусть давит на педаль давишь? давай сильно дави опа против лома нет приема крутит только так я уже таким ключом опа не одну гайку открутил на колдине крутил на других хондах крутил от руки не идет критическую точку прошла отворачивать не буду пока все теперь руль вправо конечно давай 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 стоп диск здесь крепится на двух болтах крестообразной отверткой сейчас попробую крутить их сейчас многие скажут здесь же тормоза смазывать нельзя можно ребята только потом вытереть надо и все взял вот такую большую отвертку мощную опять же до конца отворачивать не буду сначала сниму суппорт суппорт снимается двумя ключами так поверни руль влево побольше вот видите вот вверху болт и внизу болт ну просто так снять я конечно могу но выпадут колодки я лучше сначала сниму колодки поэтому надо открутить здесь вот верхний болтик на 12 прежде чем снять суппорт вернее отодвинуть нужно здесь вот еще ключом на 12 открутить крепление шланга шланг снял болтик сразу на место вот там вы видите в прошлый раз смазал болтик он отлично открутился снимаем колодочки так одна колодка в сторонку ее вторая колодка в сторонку ее так ну и отворачиваем сам суппорт ключом на 17 отворачиваем суппорт вот в ступице естественно большим воротком пришлось откинуть суппорт потому что я не доберусь вот до этого нижнего болта ну и верхний и верхний не совсем удобно болты сорваны можно теперь трещоткой все гайки болты вернее открутил снимаю сам суппорт чтобы не повредить вот этот шланг тормозной вот я его руки не хватает надо бы куда-то его положить желательно бы на землю эти хватит вот видите лежит хотя я видел на автостанциях его просто бросают и он прям на шланге на шланге в воздухе висит вот на вот этом вот шланге так что у нас осталось у нас осталось открутить еще шаровую шарва опять перед откручиванием ее смазываем конечно сейчас щеточка еще почищу у нас почему портятся вот эти шаровые вот эти ступицы а из-за наших охранительных дорог на улице грязь шаровая откручивается достаточно легко пошла весь процесс откручивания не буду показывать гайку шаровой открутил у меня здесь ключ на 22 а вообще гайки родные поменьше поэтому не говорю вернее уже сказал теперь надо шаровую отсюда выбить не знаю как у меня это получится как-то надо думать сейчас сниму вот этот диск вот он диск диск вроде неплохой менять мне его не нужно теперь теперь конечно убить вот эту шару сейчас попробую ударить по ней так же как вот по поворотному кулаку вот сюда ударил когда разбирал я думаю должно должно она выскочить когда ударим как раз держи раз наставляй руки ниже вот так не могу сделать акцентированный удар потому что боюсь что ты выронишь промазал сбить конус пока не удается самая противная деталь во всей мне кажется подвески вот эти конуса заржавевшие отворачиваю датчик ABS тут ключиком на 10 я уже его отворачивал легко отворачивается так вот почему отворачиваю сейчас начну колотить сюда и могу повредить этот датчик на всякий случай отсюда откручу перебью провод потом проблем будет море открутил обезопасил себя немножко хотя бы так еще сделаю пару ударов ну что ж ты милая не выходишь конус неохота брать болгарку и резать все это дело вот сюда в этот рычаг нижней подвески так я и не смог его сбить и клинья я забивал и подпирал сюда домкратом вот под этот болт ничего не мог сделать то есть пытался клином выбить в итоге взял болгарку отпилил сейчас покажу поближе вот видите кусочек остался отпилить и короче сдернул ее ну опять же полуось немножко вышло там вот шрус внутренний который в коробке идет вот этот вот он вышел ну ничего страшного поймаю сейчас я должен открутить все болты которые не открутил вот эти два и вот этот и снять ступицу а потом будем дальше решать что делать с этой фигней не могу выбить выбить на клин идет все я считаю это из-за наших грязных дорог ну конечно сейчас скажут надо было съемник взять блин мужики ну не знаю какой бы съемник взял ее тут сейчас надо поставлять вот сюда трубу мне так кажется по большому счету вот под этот болт сюда делать такую оправочку круглую здесь вот наставлять ее сверху и колотить ну что откручу я сначала вот эти гайки да что ты все из рук валится снимаем только что ремонт делал стойку менял видите сразу сразу не сообразил что все таки подшипник это гудит вот теперь распада все таки вот эти гайки надо до того как шаровая будет снято но она у меня не снялась теперь видите рукой не могу крутить а насчет шаровой это я даже не знаю что посоветовать потому что ну реально он там прикипел я уж подумал может быть вот этот рычаг снимать пришлось бы открутить вот эти яйца пришлось бы открутить вот они саленблоки с этой стороны один с этой стороны но зато я думаю снял бы аккуратно нет главное было не аккуратно снять потому что шаровая то все равно уже на выкид мне главное быстро было сделать ну это у меня не получилось быстро ну вот такие вот нюансы вот она она злосчастная пришлось даже видите загнуть чтобы болгаркой отпилить ступица моя которая я считаю загудела ну вот видите я кручу и она у меня здесь уже гудит а вот теперь давайте покручу контрактную ну будем говорить новую вон видите как тихонько а это уже вот оно то есть подшипник теперь я на сто процентов уверен что это подшипник теперь моя задача выбить выбить остатки шаровой вот они они ну сейчас посмотрим что можно сделать короче говоря ничего я не могу с этим делать удары наношу мощную уже боюсь что у меня сломается рычаг открутил я яйца вот они открутил я подушки вернее сайлентблоки которые на рычаге этот и вот этот и сейчас буду его вытаскивать и вот этот и сейчас буду его вытаскивать вот вот он вот он рычаг вот он вот он рычаг ну и теперь теперь мне что остается ставить его в пресс и выдавливать представляете во что выливается замена ступицы просто вытащить вот этот вот вот эту шаровую на клин как я ее ненавижу честно сказать собрал я вот такую конструкцию вот значит таким щелчком она отлетела то есть хорошо так я ее поджал сейчас уже то есть не зафиксировал я этот момент но зараза вылетела вот она вот она наконец-то вы представляете я с ней уже второй вечер второй вечер блин и наконец-то я ее выдавил пока не снял рычаг ничего у меня не получилось надо было сразу со ступицей снимать не колотить время не тратить вот так вот бывает хорошо что у меня пресс есть вот видите пресс вот такой старинный полевой пресс то есть это еще советское изобретение но помогает здоровско зажал остатки шаровой сейчас буду пытаться откручивать эту гайку пошла а куда деваться то ей ну вот он рычаг свободен наконец-то ура так посмотрим что здесь представляете вот это запрессовано было да хотя я сайлентблоки вот эти вот менял года три назад я уж не помню 4 я снимал снимал эти шаровые ну представляете за четыре года наверное диффузия какая-то произошла а тут даже что-то смято представляете представляете какая сила вот если смотреть вот так вот вот там с этой стороны вмятинка придется ее над филечком или круглым напильником обработать вон видите вот так вот вот с этой стороны неровность вот это как раз возможно вот из-за этой вмятины как раз она плохо и выходила почти что почти что уже выправил еще надо будет вот эту плоскость пройти чтобы она ровненько была вот эти заусенцы и потом мне будут мешать вдруг что обрабатываю обязательно напильником чтобы плоскость была можно конечно было на болгарке болгарка вернее но я предпочитаю такие плоскости выводить напильником пришлось мне сдернуть полуось видите масло масло капает вот но полуось надо вытаскивать потому что шрус вылетел вправить я его не могу поэтому вот так вот взял наставил выдержку и оп и течет и течет побежало масло я считаю это излишки масла надо его менять про масло это я в следующем видео расскажу в данной ситуации мне нужно снять полуось видите начал менять ступицу в итоге добрался до полуось вот она она такая красивая полуось так надо посмотреть чтобы у меня масло то хорошо сбежало угу 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 ладно пусть бежит у меня его излишки в вариаторе я все равно пытался слить его вот так примерно да масло черное хотя на щупе вытаскиваешь было нормально ну что надо теперь вправлять саму полуось так шрус я вправил сначала хотел разобрать здесь посмотреть что там оп и далее как выскакивает чуть-чуть и выскочил но я считаю что раз там смазка есть шрус работает без всяких люфтов хотя вот он люфтик то есть и я думаю наверное в скором будущем мне его придется менять вот из-за этого может быть и вибрация при трогании ну так то девочки и мальчики значит шрус вылетел то есть когда я вот сюда его тяну он выскакивает вот и придется его скорее всего менять да вот она вот она вибрация небольшая ну что вставляем на место да будем собирать перед тем как вставить естественно все это дело протру чистенькой тряпочкой видите вот это вот стопорное кольцо пружина должна туда войти в паз ну немножко придерживать его а нам самое главное чтобы он не выскочил еще раз озадачился я короче говоря вот с этим люфтом это место сейчас я буду вставлять шрус опять же примечать прежде чем его ставить надо там наверно все протереть наверное надо так масло масло тоже убрать надо видите сколько сбежало ну хорошо тут наверное литра полтора если не больше все слышали вот характерный такой щелчок шрус на месте теперь мне его надо подвязать чтобы он опять назад не выскочил ось установлена на место теперь ставлю вот этот вот рычаг так самое главное не захватить здесь так болтики уворачиваю не захватить здесь вот эти провода шланги чтобы потом не снимать вот вот реально разобрал полуподвески теперь надо яйца снять мешают установить вот этот вот рычаг ну вот и так добавим вот 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 и вот я перед заворачиванием болтов обязательно очищаю их очищаю и смазываю смазываю вот такой вот графитовой смазкой смазка для того чтобы болты не закисали в гайках или в местах куда они заворачиваются и а и и и и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Рычаг на месте, болт закручен, болт закручен. Яйца или стойки стабилизатора тоже прикрутил. Ну и теперь надо все намазать герметиком. Я так делаю, потому что здесь много грязи всегда бывает. Эти болты могут заржаветь. У нас как бы улица не фонтан. Если кому интересно, на моем канале можно посмотреть. Поэтому я обмажу их герметиком. Герметик резьбу не испортит. А от грязи он ее сохранит. То есть, когда я буду откручивать в следующий раз, вот этот герметик, я думаю, он как консерватор у меня послужит. И одновременно фиксатор резьбы. Ну, я не признаю всякие фиксаторы. Ну, тем не менее. Моя подвеска работает в очень тяжелых условиях погодных. Зима-лето. Плюс грязь. Поэтому я мажу резьбу вот в таких местах. Для себя решил мазать герметиком. Иначе потом я ее хрена откручу. Или откручу с потерями. То есть, сорву, сломаю болт. Мне это потом займет очень много времени. Ну что, наступила пора ставить саму ступицу. Отворачиваем гайку. Крепление ступицы к приводу. Сейчас сниму вот эти вот подвесы. Ну и буду ставить. Опять же, смажу посадочное место графитовой смазкой. Чтоб она у меня потом вот так не вылетала. Или нет, не вылетала. Как я... Пришлось мне срезать болгаркой, как вы видели в видео. И потом на прессе выпрессовывать. Саму ступицу шаровую тоже смажу. шаровую. Так, шаровую вставил, теперь надо закрутить гайку. Вот она гаечка. Странно, она той ступицы у меня больше была шаровая, диаметр. Странно-странно, ну ладно, будем крутить. Так, шаровую вставил, теперь надо закрутить гайку. И это все. Ну минимум на 100 ньютонов подтяну Сейчас буду вставлять вал привода в ступицу Теперь можно открутить эту проволоку А то я боюсь, что выпадет опять вал привода Что-то не очень-то идет Вот так вот сначала ставил болт верхний Сейчас разверну маленько руль Попробую залкать дальше Так Немножко повращал ступицу И все зашло Чтобы попасть в второй болт Делаем вот так Все Оба болта на месте Остается их закрутить Ну и в принципе осталось только крутить Желательно, чтобы все шло от руки Тогда и закрутится хорошо Болты закрутил Также их обмазал герметиком Ну и теперь буду ставить суппорт Забыл Как в том анекдоте Товарищ прапорщик Машина не заводится Поехали, потом заведешь Так я ставлю суппорт А диск-то еще не поставил Диск установил Теперь надо его прикрутить на эти болтики Болтики обязательно смажу От смазки диск надо протирать А потом тормозить будет плохо Сильно затягивать эти болтики не надо Видите, они даже под крестовую отвертку Именно для того, чтобы их Не затягивали Они нужны только для монтажа Потом вот этими четырьмя болтами так притянется Что Эти болтики даже И незаметно будет Все Все подготовили для установки суппорта Закрутил сначала Нижний болт Вот на такие болты устанавливаются Диаметром 10 Под ключ, по-моему, на 17 Так Немножко неудобно крутить Ну, что поделаешь Теперь надо эти болты Крепления суппорта к ступице Видите, он болтает Затянуть хорошо Ну, а потом будем устанавливать колодки Для удобства монтажа суппорта Колодок, конечно, лучше повернуть Вот видите, вывернул Ну, и теперь Подлазить полегче Вот этот кожух Вот Его надо по всей Вот видите, где-то цепляется Видите, установил суппорт И вот эта вот скобочка Цепляет за торец Вот так О, меньше стало Почему-то она оказалась Погнутой Не знаю почему Надо вытащить, поправить Иначе будет скрипеть Вот скобку вытащил Видите, ничего не скрипит Ну, все Скрип убрал Вот эту вытащил Вот видите Устанавливаем колодки Чтобы установить колодки Надо вот этот поршень Загнать вовнутрь Ну, кто Чем приспосабливаться Я раньше струбцины сделал Теперь вот Вот такие тиски Есть Съемные Вот они Сейчас тисками попробую Тисками может не совсем удобно Но зато надежно Да, большие тиски Не совсем удобно Маленько село Мне в принципе достаточно Сейчас попробую вставить Антискриповые пластины А здесь вот Вот такое приспособление Как только колодки сточатся Она начнет скрести по диску И подавать мне знать Знак, что нужно поменять их Вот так Колодки на месте Теперь Сам суппорт Потом легко заходит Здесь Заворачиваем Вот такой вот Бултик Диаметр 8 мм Подключен на 12 И нижний Нижний завернутый Я его не отворачивал Все Ставим на место Шланг приворачиваем Здесь тоже Бултик на 8 Ключ на 12 Так Болты здесь закручены все Теперь нам нужно Обязательно Поставить на место Датчик АБС Вот оно Его место Вставляем Вставляем датчик Покажу Покажу После чего А то Крутить Светить И снимать Видите Три руки Надо У меня только две Так Датчик стоит Теперь его надо Тоже на свое место Поставить Кронштейн Стоит Также смазываю Стараюсь Резьбу Герметиком Все закручено Осталось Прикрутить Вот эту Вот эту Центральную Гайку Большую Где она у меня Она у меня Вот она Использую я ее Не только раз Тогда юбочка Должна Загиваться Не знаю Посмотрим Сейчас Заворачивать ее Тоже Придется Звать помощника Чтоб На тормоз Сжал А то будет Проворачиваться Вот Сейчас Закручу Эту гайку И в принципе Все Ступица Поменена Ну колесо Конечно Одеть еще Нажимай Сколько раз Один раз Держи Держи То есть Колодки Зажали Наш Диск Ступицу И теперь Вот таким Ключом Мощнейшим Заворачиваем Да Все Начинаем Затягивать Тут я затянул Я думаю Далеко За 100 ньютон Даже за 150 Потому что Смотрите Как звучит Вау Тормоза Не удерживает Хватит Все Спасибо Как всегда Смазываю Болты Крепления Диска Предвижу Как всегда Критику Зачем Смазываешь Отвернется Не отвернется Поверьте Уж мне Моему 30 Больше Чем 30 Летнему Опыту За рулем Я больше Чем 35 Лет С машинами Связан Ремонтирую Свою Всегда Ремонтирую Ни разу Еще Не отвернулись Когда Они Смазаны Отворачиваются Когда Не Завернуты Все Приготовил Забыл Сказать Что Вот Эту Все Таки Нужно Загнуть Ну Чтобы Гайка Не Отворачивалась То есть Она Ответственная Такая Гайка Я имею Ввиду Поэтому Надо Загнуть Загибаю Я Вот Такой Отверткой Видите Чтобы Сзади Можно Было Колотить Сюда Наставляю Последнее Что Я должен Сделать Это Установить Колесо Раз Уж Подробно Показываю То Уже Как Говорится До Конца Вот Эти Болты Которые Держат Колесо Притягивает К ступице Смазаны Я уже Говорил Про Это Гаечки Одну Из Гаек Я Подкупил В смысле Купил Новенькую У меня Одна Гайка Футерная Вот Это Немножко Туго Шла Боялся Испортить Резьбу Поэтому Устанавливаем Футерные Гайки На 19 Это Как-то Не так Идет Ступица Как Говорится Новая Что-то Что-то Не очень Идет Все Замена Ступицы Произведена Сейчас Опускаю Колесо Вернее Машину Ну и Поеду Попробую Продолжение следует Продолжение следует Сейчас Посмотрим Как Работают Подшипник Который Мы Меняли Ступичный Вернее Сейчас Ступица Ну вот Что и требовалось Заказать То есть Уделу У меня Ступица Или подшипник Ступицы Еду Сейчас Радуюсь Все Меняйте Ступицы Долго Провозился Но зато Результат Редактор субтитров